Добрый день, девочки! Ну вот, снимаем МК по пиону видной розы. Вот такие у нас розочки. Я сделала букетик. Видите, прям хороший букетик, но здесь не хватает двух бутончиков. Мы сделаем эти бутоны. Значит, с чего мы начинаем? Для того, чтобы нам с вами сделать, значит, я МК свое решила поделить на две части. Первая и вторая часть. В первой части мы с вами будем делать вот такую серединочку. Сразу оговорюсь, девочки, видите, куда проще взять пополам сложить материал и нарезать, как мы режем на эту, на ромашку или на любую другую серединку. Но мы этого делать не должны. Мы должны вырезать так, чтобы у нас серединка была похожа именно на серединку пиона. Поэтому она и называется пиона видная роза. Значит, приступаем, девочки. Значит, вырезаем. О, где зубчики, где квадратики, где как. Мы потом еще подправим. Так, вырезаем. Если мы будем ножнички вырезать, не очень хорошо будет. Знаете, почему? Серединка будет напоминать эту, как ее называют? Сейчас, гвоздик. Здесь мы должны разные вырезать квадратики. Ну, это я так вырезаю. Вы как вырезаете, мои хорошие? Как захотите. Здесь, знаете, как... большого ума не надо. Так, вот одна часть. Видите, чем-то похоже, когда мы делаем, вырезаем лепестки пиончика. Так, я вам не сказала, девочки. Сразу что-то... нет, я забыла. Вот этот... Вот этот у нас... Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Видишь? Размер вот этого у нас... Это не квадрат, а как он у нас называется? Это треугольник. Вот. Значит, размер его 7 сантиметров в ширину и 25 в длину. Запомните, 7 и 25. Теперь берем... Видите, какой крыш? Напоминает же нам серединку этого пиона. Напоминает. Начинаем подкрашивать. Вот так слегка подкрашиваем. Масельная пастелька у меня немножко она высохла. Так, одну сторону подкрасили. Так, запомнили, значит. 7 на 25. Если вы будете делать розу побольше размером, диаметр там 9 побольше, то, соответственно, у вас не 25 будет, а 30. Так. Так. Теперь вторую сторону. Так, вот у нас серединка. Теперь, что мы с вами будем делать, моя параша? Сейчас я покажу. Мы должны с вами сделать вот такую серединку. Вот такая у нас должна получиться. Видите, она какая? Вот. Чтобы немножко как бы загнуть, мы берем нашу горелочку и вот так край проходим. Так. 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 А вот теперь мы будем с вами делать, знаете что? А теперь мы с вами будем собирать этот прямоугольничек будем собирать в гармошку. Гармошечка. Так. Смотрите как. Раз, два, три, четыре. И вот так до конца. Гармошечка, гармошечка. И вот здесь надо помять, потому что все равно толстая немножко, чтобы она легче у нас свечет. Берем проволоку. Проволочку можно подлиннее, девочки, делать. На серединку. И закручиваем. И теперь мы должны вязать на эту серединку. Вот так и соединится. То есть здесь с помощью клея. Серединка приклеится. Так, девочки, продолжаем. Значит, мы сделали вот серединки. Вот они у нас серединки. Отложили в сторону. А теперь нам нужны лепесточки для роз. Лепесточки в этой розе состоят из двух видов. Значит, вырезаем квадратики. Четыре на четыре. Это маленькие, которые у нас сразу пойдут вот после этого, после серединки. И пять на пять. Из этих квадратиков мы вырезаем, ну вот, слезку. Обыкновенный, как мы делаем на все розы. И начинаем их тонировать. Значит, я пока не сказал сколько. Я вам скажу. Смотрите. Размер у розы один, размер другой, размер третий. Поэтому, повторюсь еще раз. Я вырезаю всегда столько. Такое количество, что мне хватит. И на маленькие, и на большие. Поэтому, мои хорошие. В среднем, ну вот на такой цветок. Вот даже на такой цветок. Вот таких надо. Пятнадцать-семнадцать. Маленьких. Пятнадцать-семнадцать. Понимаете? А вот уже вот этот второй ряд. Понимаете? Здесь два ряда. Здесь можно так. Здесь можно четырнадцать. Четырнадцать или пятнадцать. У кого как получится. А вообще делайте запасы. И тогда обязательно вы сделаете в букетике розочки разной величины. Видите? Побольше. Поменьше. Вот как. Смотрите, мои хорошие. Но вот в этом цветочке я делала последний ряд. Даже не пять на пять квадратик. А уже шесть на шесть. Вот поэтому я вам и говорю. Если увеличивается цветок, соответственно, увеличивается размер лепесточка. Вот. И берем. И так же все тонируем. Так же все тонируем. Берем лепесточек. Тонируем. То есть в первой части у нас должна выполнена быть серединка и должны протонированы быть все наши лепесточки. Вот на этом, мои хорошие, мы и закончим пока первую часть. Вторая часть у нас все будет протонировано и мы с вами начнем сборку. Тонируем. Тонируем.